амурский сафари парк оживление всемирно известных картин эйфелева башня на ладони эти и другие публикации которые вы лайкали комментировали в программе область сети как и чем живет при амуре в интернет пространстве расскажу я влада с детонис амурский сафари парк ролики как посетители одного из природных заказников региона кормят с рук диких животных косуль оленей лосей активно распространяются на разных интернет-площадках публикация одного из туристических телеграм-каналов набрала более полутысячи просмотров экскурсию по природному вольеру площадью в несколько гектаров проводят на машине высокой проходимости во время автопрогулки по особо охраняемой территории совершаются остановки возле подкормочных площадок именно там и концентрируется наибольшее количество диких животных посетители парка прямо из машины кормят лосей оленей косуль людей дикие животные не боятся наоборот активно с ними взаимодействуют уникальные и очень красивые скалы рядом с михайловскими столбами могут уничтожить об этом телеграм-канале сообщили специалисты управления по охране животного мира амурской области на месте идет георазведка если полезные ископаемые будут обнаружены начнется их добыча скалы не уцелеют специалисты уже побывали на месте ведется предварительный сбор информации как выяснилось горы активно используют скалолазы среди каменных глыб часто гуляют туристы ранее археологи находили поблизости стоянки древнего человека сейчас прорабатывается вопрос о возможности сохранения природного объекта направлены запросы в профильные ведомства в том числе ожидается ответ о его археологической ценности эта новость набрала 500 просмотров амурчане активно обсуждают новый тренд в современном искусстве оживление картин художников разных эпох и стран картина ивана айвазовского океан написанная в 1896 году стала одной из 29 знаменитых картин которую оживили с помощью современного цифрового оборудования по оценке посетителей галереи и комментарием подписчиков одного из телеграм-каналов зрелище разбувшивавшихся волн которые захлёстывают палубу корабля получилось эффектным и захватывающим искусством в таком современном виде восхитились почти 12 тысяч интернет-пользователей публикация в телеграм-канале амурской правды привлекла внимание почти 4000 пользователей корреспонденты рассказали о необычном хобби жителя благовещенска мужчина занимается 3d моделированием мировых достопримечательностей в кабинете у амурского коллекционера миниатюрные макеты известных телебашен и небоскребов кораблей стадионов и мостов на столе полках и подоконниках также красуются нотр-дам-де-пари и тадж-махал собор василия блаженного и таур сиднейский театр и триумфальная арка мужчина собрал более 300 макетов известных зданий и сооружений мира отмечает детали моделирует не сам он заказывает а далее следует по схеме и описанию до мелочей они копии идут интересно когда начнешь собирать но бывает весь вечер просидишь сидишь собираешь ножка и получается все чем дальше тем интересно в китае стартовал автопробег с презентации туристических ресурсов российских в том числе пять стилизованных грузовиков выехали из харбина в начале апреля посетить они планируют пять населенных пунктов кнр один из грузовиков представлен в русском народном стиле с матрешками и копией софийского собора в харбине в авто смонтирована сцена где выступают творческие коллективы путешествие организовано в рамках кампании по пропаганде туристических возможностей и культуры если вы стали свидетелем чего-то интересного и необычного не забудьте поделиться отправляйте фото и видео на наш телеграм-канал по номеру телефона который вы видите у себя на экранах возможно ваш ролик наберет максимальное число просмотров и мы покажем его в следующем выпуске у меня на этом все до встречи в эфире и в социальных сетях